Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на сегодняшнем нашем вебинаре, в котором мы рассмотрим вопросы настройки сервисов в IPATS Ястар серии S. Если меня слышно хорошо, поставьте плюсик, пожалуйста, в чат. Если картинку, слайды видно, поставьте плюсик, пожалуйста. Так, отлично. Слышно, видно? Итак, давайте приступим к рассмотрению вопросов. В ходе сегодняшнего вебинара мы с вами рассмотрим обзор возможностей и настроек меню сервисов в IPATS Ястар серии S. В предыдущих вебинарах мы с вами рассмотрели процесс первоначальной настройки станции, создание номеров и подключения IP-телефонов, создание линий связи с провайдерами, также конфигурацию маршрутов, исходящих и входящих для приема и отправки вызовов с помощью АТС Ястар серии S. В сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим функции АТС, которые конфигурируются с помощью сервисов. Это голосовое меню AVR, групповой вызов, очереди вызов, конференции, группы перехвата, оповещение и интерком, обратный вызов в коллбэк, возможность прямого доступа входящих вызовов к исходящим маршрутов, которые называются ДИСа, также черный и белый списки номеров, быстрый набор по коротким номерам, механизм отправки SMS на e-mail и приема e-mail на SMS. Также мы рассмотрим автоматическую запись разговоров. Итак, давайте рассмотрим первый вопрос, голосовое меню AVR. Так, сначала мы рассмотрим панель сервисов на АТС. Панель сервисов на АТС вызывается из меню настроек. Все сервисы на АТС доступны в базовой поставке станции и не требуют дополнительных лицензий. Вот вызвав меню настроек на АТС, необходимо перейти в меню сервисы АТС. Далее открывается панель, в которой необходимо перейти во вкладку сервисы. Во вкладке сервисы на верхней части доступны также вкладки под названием определенного сервиса. Сервисы доступны в виде списка, то есть в виде таблицы. Каждый сервис имеет имя, имеет свой номер. Каждый сервис можно отредактировать, также создать и удалить. Сервисы имеют собственные диапазоны номеров. Диапазоны номеров редактируются в настройках АТС внизу. Значит, здесь доступны диапазоны номеров для групп вызовов, для групп оповещений, для конференций, для АВР и для очередей. При создании новой записи сервиса номер берется из пула номеров и, соответственно, на единицу больше, чем предыдущий. То есть производится автоматическое приращение номера сервиса при создании нового сервиса. Далее, давайте перейдем к АВР. Значит, АВР используется в предприятии для обработки входящего вызова и проигрывания, как бы, приветственной записи компании. В АВР может быть настроен механизм набора, до набора внутреннего номера. Значит, в АВР могут быть назначены клавиши для перехода в другие сервисы, для перехода к другим АВР. И таким образом в предприятии может быть настроено многоуровневое голосовое меню, с помощью которого методом нажатия клавиш можно переходить в различные подменю, вызывать различные разделы, вызывать различную справку. Вот так же вызывать внутренних абонентов. Таблица по емкости АВР представлена на данном слайде. В АТС серии С20 доступно 32 АВР. В С50 также 32 АВР. В С100 уже можно создать 64 АВР. И в самой старшей станции С300 можно создать 128 записей АВР, объектов АВР. Далее давайте рассмотрим панель для настройки голосового меню АВР. При создании нового АВР номер присваивается автоматически. Вот так же в рамках диапазона для данного сервиса можно задать номер вручную, можно задать имя АВР для отображения в списке. В АВР задается проигрываемый файл, то есть то аудиосообщение, которое будет проигрываться при поступлении звонка в данный АВР. Вот так же здесь можно задать количество повторов аудиофайла, максимальное время ожидания до набора внутреннего номера, вот и время ожидания, то есть тайм-аут набора номера, то есть время ожидания между цифрами. Далее здесь включается до набора внутреннего номера. Вот так же АВР можно отправить в исходящий маршрут, то есть входящий вызов, который поступает в АВР, проигрывает файл указанный, и после проигрывания файла звонок отправляется в исходящий маршрут, указанный здесь. Во вкладке назначения кнопок можно задать определенный сервис при нажатии кнопки от 0 до клавиши звездочка. Вот далее можно задать переход сервиса по истечению определенного тайм-аута, заданного в базовых настройках, вот и задать переход на сервис при неверном нажатии, допустим, неверного номера в АВР. Вот доступные действия для обработки перехода по статусу истечения тайм-аута и перехода при неверном номере, вот показаны здесь в правой части. Это может быть отбой, может быть перенаправление на внутренний номер, на голосовую почту, на другой АВР, что часто используется для построения многоуровневых АВР. Вот также звонок может переводиться на группу вызова, на очередь, отправляться в конференцию, отправляться в маршрут в ТИСа, в исходящий маршрут. Вот также может быть выполнен обратный вызов, прием факса осуществлен и вызов абонента по имени. Вызов абонента по имени на данный момент реализован с помощью алфавита на IP-телефоне. То есть, если необходимо набрать имя абонента, то набираются первые буквы имени абонента. Далее АТС автоматически определяет, что это за абонент, спрашивает, можно ли набрать данного абонента, хотите ли вы набрать данного абонента. И, соответственно, если вы нажимаете, по-моему, единичку, то звонок отправляется на внутреннего абонента, который АТС предложит. Так, далее АВР мы рассмотрели. Давайте перейдем к рассмотрению группового вызова. АТС позволяет создать отправку входящего вызова на несколько телефонов, то есть, как бы создать параллельный вызов на несколько различных IP-номеров. Вот одновременно с подключением нескольких IP-телефонов на одном аккаунте, это отдельная функция, которая отправляет вызов на несколько номеров, указанных здесь. Для создания группового вызова необходимо также задать номер, либо номер присылается автоматически, задать имя данного сервиса, задать порядок вызов, это либо одновременный, либо по очереди порядок вызов на номера. Также можно задать время вызова в секунду. Вот в панели выбранных номеров необходимо, соответственно, выбрать внутренние номера, на которые будет отправляться групповой вызов. В таблице в правой части данного слайда показана количественная характеристика для различных АТС, сколько можно создать максимально групп в станциях и сколько максимальное количество участников может присутствовать в одной группе. Для С20 это 16 и 20 соответственно, для С50 это 16 и 25, для С100 это 16 и от 30 до 60 в зависимости от установленного DSP модуля. И в станции С300 это 32, максимально 32 группы и от 60 до 120 участников в одной группе вызовов могут присутствовать. Так, группы мы рассмотрели. Давайте теперь перейдем к IP от TSI Star Series S очереди вызовов. Так, есть здесь у нас вопрос, номер группового вызова используется IVR при поиске внутреннего номера или только экстеншены? То есть можно ли, донабрав номер группы, переключиться на нее из IVR? Так, донабрав номер группы, нет. Из IVR можно набрать номер экстеншена. Значит, в экстеншене выполнить переадресацию, безусловную переадресацию на номер группы, либо на какой-либо другой номер другого сервиса. И таким образом будет произведен набор соответствующей, ну скажем, группы. Да, то же самое с любым абсолютно сервисом. Вот, из IVR, если указан номер, то набирается необходимый номер. Далее, давайте перейдем к очереди вызовов. Вот, очереди вызовов в АТС также доступны из коробки. Вот, очереди вызовов очень часто используются для автоматизации обработки входящих вызовов в различных колл-центрах, в центрах технической поддержки, сервисной поддержки, в центрах продаж. Вот, очередь позволяет поставить входящий вызов в обработку, обработку, в последовательную обработку, так называемые агентами очереди. Агенты очереди имеют свои номера IP-телефонов, которые зарегистрированы на данной АТС. Вот, вызов на агентов может отправляться по модели, по различным моделям. Во-первых, это одновременная модель. Вот, потом может быть модель по последнему. Ну, то есть вызов поступает на недавно присоединившегося агента. Далее вызов может поступать на свободного агента, то есть на наименее загруженного агента, то есть на агента, у которого время обработки вызов наименьшее. Далее может выбираться случайная модель вызова, то есть вызывается абсолютно произвольный агент. Вот, далее может использоваться случайный, точнее, следующий агент. Предыдущий агент обработал прошлый вызов, а следующий агент обрабатывает уже следующий поступивший входящий вызов. Вот, либо использоваться может линейная модель обработки вызов в очереди. Это когда один и тот же агент обрабатывает все приходящие вызовы, но если первый агент занят, то вызов второго входящего абонента отправляется уже на второго агента. Вот, третий вызов на третьего агента, если второй, как бы, агент занят. То есть по мере занятости агентов все вызовы распределяются по возрастающей. Вот, таблица по числу, по емкости очередей в АТС Я-Стар серии С представлена на данном слайде. Вот я ее комментировать не буду, вы ее можете посмотреть. Данные характеристики взяты из специального файла, который содержит все ограничения, все значения по объектам станции. Вот, давайте перейдем сейчас, собственно, к настройкам очередей. У нас здесь есть вопрос? Нет, вопроса у нас нет. Давайте перейдем к панелям настройки очередей. При создании очереди, соответственно, номер присваивается автоматически из пула номеров для очередей. Вот, также в очереди можно задать имя, задать порядок, то есть способ или модель обработки вызовов с помощью агентов. Далее, здесь для очереди можно создать пароль для динамического входа агентов в очереди. Агенты могут задаваться как статически с помощью списка, так и входить в очередь динамически с помощью клавиш звездочки. Если набирается одна звездочка и номер очереди, то агент динамически входит в очередь. Для выхода из очереди необходимо набрать номер и две звездочки. Далее, в очереди может настраиваться действие при ошибке. Это может быть вызов другого сервиса, либо отбой. Далее, здесь можно задать тайм-аут отправки вызова на первого агента. Вот он задается в секундах. Вот здесь данное значение, то есть данная настройка тайм-аута используется при последовательной обработке вызовов агентами. Вот если обработка идет параллельно, то данное значение как бы не используется. Вот далее, здесь мы можем задать голосовое сообщение агенту перед отправкой вызова, перед обработкой вызова из очереди. Вот далее мы можем задать перерыв агента, то есть время отдыха в секунду агента при обработке второго поступившего на этого агента вызова. То есть агент, обработав один вызов, может подождать 30 секунд, прежде чем второй вызов на него поступит. Далее, здесь мы можем задать опцию отправлять ли вызов агента из очереди, если в данный момент агент разговаривает, то есть ведет с кем-то беседу. Вот далее мы можем выбрать повтор, время повторной отправки вызова на всех агентов, если ни один из агентов не ответил. Это были базовые настройки очереди вызова. Давайте рассмотрим расширенные настройки. В расширенных настройках можно задать список мелодий, которые проигрываются при входящем вызове абоненту входящего звонка. Вот здесь можно задать максимальное время ожидания входящих вызов в очереди. По умолчанию оно равно 1800 секунд. Вот здесь можно выбрать разрешать входящим вызовом входить в очередь без агентов, то есть если очередь пустая. Вот также удалять очередь из агентов, удалять абонентов из очереди, в которой отсутствуют агенты. То есть если агенты отключились от данной очереди, то входящие вызовы из очереди выбрасываются. Здесь мы можем также задать голосовое оповещение для входящего вызова перед тем, как абонент будет поставлен в очередь. Создать также можем анонс объявления позиций в очереди, объявления время нахождения в очереди и задать интервал данного сообщения. То есть очередь будет оповещать, что здравствуйте, вы находитесь, даже не так. Вот вы присутствуете в очереди. Время, ваше время ожидания в очереди одна минута, ваше время ожидания в очереди две минуты. Вот и ваша позиция в очереди два. Вот и так далее. Далее здесь можно выбрать периодическое сообщение, которое проигрывается в очереди с заданным интервалом. И в новой модели ATS-Eastar Series S можно задать действие, то есть выход из очереди по определенной, по заданной кнопке на IP-телефоне. Вот выход может быть назначен на какой-либо другой сервис, это либо IVR, либо значение, которое мы здесь укажем в данном выпадающем списке. Так, у нас есть некоторые вопросы. Так, Дмитрий Балашов, мой коллега, ответит письменно на эти вопросы. Вот очереди мы рассмотрели, давайте далее мы рассмотрим конференции. Конференции в ATS-Eastar Series S в последней версии прошивки претерпели улучшения, как бы доработки. В данный момент панель конференции, панель управления конференциями не до конца переведена. В следующей версии прошивки, я надеюсь, мы полностью переведем панель управления конференциями. Вот, но давайте рассмотрим, как можно их настроить. При создании новой конференции присваивается как бы номер конференции, который можно перезадать. Можно задать имя конференции, задать пароль участника в конференции, также пароль модератора, то есть администратора в конференции. Администратор может управлять конференциями, то есть выводить участников, номера участников из конференции. Также заглушать звук некоторых участников, которые он определит. Вот, и также выполнять некоторые другие действия по управлению конференциями. Вот, здесь в панели управления конференцией мы можем задать голосовое приветствие при входе пользователя, при входе абонента в конференцию. Можем задать режим ожидания модератора, то есть до поступления, до входа модератора в конференцию, конференция не запустится. Далее здесь можем задать, разрешить, точнее, участникам приглашать других участников с помощью решетки. То есть нажимается решетка, номер и другие абоненты приглашаются в конференцию. Здесь же можно в списке задать номера, внутренние номера модераторов конференции. Это те номера, которые будут без пароля управлять конференцией при наборе номера конференции. Вот, таблица по числу конференций доступна в левой части данного слайда. По емкости станции, по максимальному числу конференций и по максимальному числу участников в конференциях. Вот, с помощью клавиши звездочка можно вызвать голосовое меню для управления конференцией. Можно уменьшить или увеличить уровень звука. Также можно произвести некоторые другие действия по управлению конференцией. Можно выключить собственный звук, включить звуки и так далее. Выйти из конференции можно. Конечно, голосовое меню объявляет о том, какие действия можно выполнить в данной конференции. Ну, с помощью клавиш от единицы до, по-моему, девятки можно управлять. Так, конференцию мы рассмотрели. Давайте далее перейдем к группе перехвата вызовов. Группы перехвата вызовов используются внутри определенной группы, которую мы здесь задаем. В общем, вызовы в пределах группы могут перехватываться абонентами внутри группы. Один абонент, один номер может участвовать в нескольких группах перехвата. Вот это очень удобно использовать для, скажем, перехвата входящего вызова на соседние телефоны в пределах одного отдела. Либо, если это, скажем, секретарь, то секретарь может перехватывать вызовы из нескольких отделов. Вот также в АТС реализована возможность перехвата абсолютно всех вызовов. То есть абсолютно любой работник может перехватывать абсолютно любой вызов, допустим, на директора с помощью старкода 04. Соответственно, в рамках группы перехвата абоненты могут перехватывать вызовы с помощью старкода звездочка 04. Если входящий вызов поступил на определенный телефон, другой абонент другого телефона нажимает звездочку 04 и, соответственно, перехватывает данный вызов. Вот таблица по количественным значениям по группам перехвата вызова представлена в левой части данного слайда. Вот вы ее можете посмотреть. Вот далее с перехватом вызов мы разобрались. Давайте перейдем к следующему разделу. Это оповещение и интерком. При создании оповещения, нового оповещения в списке оповещений, соответственно, присваивается автоматический номер из пула. Задается вручную имя сервиса в списке. Вот можно пересоздать и назначить удобное имя. Здесь можно выбрать тип оповещения. Вот это либо оповещение, либо интерком. Если выбирается оповещение, то когда вызов отправляется на IP-телефоны, указанных в списке абонентов, включаются на IP-телефонах громкоговорители, инициатор оповещения говорит в трубку, и, соответственно, громкоговорящее оповещение уходит на все IP-телефоны, которые указаны в списке оповещения. Если выбирается интерком, то удаленные абоненты могут отвечать на данное громкоговорящее оповещение, и, соответственно, инициатор оповещения может слышать то, что отвечают удаленные абоненты. Вот количественные емкости в зависимости от моделей ОТС по оповещениям представлены в таблице по максимальному числу оповещений в списке и максимального числу номеров в одном оповещении. Далее я перехожу от оповещений интеркома. Здесь я еще хотел бы рассказать, что оповещения интерком имеют возможность создания селекторной связи в предприятиях с помощью IP-телефонов. Вот есть отдельные абонентские устройства для оповещений. Вот это так называемые SIP-оповещатели, SIP-громкоговорители, которые используют рупоры для установки, скажем, в цехах, в публичных местах. Вот. И, соответственно, есть устройства для организации селекторной связи в рамках предприятия. Эти устройства могут использоваться в комплекте совместно с механизмом оповещения и интерком на IP-ATS Ястар серии S в корпоративной связи. Так, оповещения мы рассмотрели. Давайте перейдем далее. Callback. Callback предназначен для перезвона станции при поступлении входящего вызова. Этот механизм используется для удешевления связи внутренних абонентов станции либо каких-либо других абонентов, которые звонят на внешние номера на АТС. Вот. При создании объекта обратного вызова в станции Callback имя в списке задается как бы вручную. Сервис Callback номера отдельного не имеет. Вот. Для Callback задается линия исходящего вызова, то есть линия, через которую станция перезванивает, отвечает, в ответ перезванивает, совершает исходящий вызов. Вот здесь же можно задать задержку перед тем, как станция перезвонит при входящем вызове. Здесь задается, какие цифры удаляются перед номером входящего вызова, либо добавляются к номеру входящего вызова. То есть фактически здесь можно удалить все цифры Caller ID входящего вызова и задать заново другой номер, на который станция перезвонит при входящем вызове с определенного номера по внешнему номеру на станции. Значит, далее, когда станция приняла входящий вызов, станция перезванивает и, соответственно, подключает вызов Callback к определенному, к заданному другому сервису. Это может быть либо AVR, либо определенный внутренний номер, либо звонок может быть отправлен на голосовую почту определенного внутреннего номера, либо вызов может быть направлен в группу, в какую-либо очередь, в конференцию, либо в ДИСу. Вот емкость станции по... В зависимости от моделей для Callback представлено на данном слайде, внизу в левой части экрана. Далее. Давайте рассмотрим ДИСу. ДИСа – это сервис, который АТС Ястар Сирии С предоставляет для прямого доступа входящих вызовов к исходящим маршрутам. То есть, фактически, когда мы звоним на внешний номер на АТС нашего предприятия, АТС нам возвращает длинный гудок, вот, который подключает к исходящим маршрутам. Также проверено, что из ДИСы можно донабирать внутренние номера в предприятии. Вот такой механизм как бы работает в станциях. Вызывать номера сервисов, допустим, очереди, либо АВИАР из ДИСы нельзя. То есть, это не работает. Не задано в механизме, в логике станции. При создании ДИСы, как бы мы должны настроить, задать вручную имя ДИСа. Можно задать пароль для ДИСа, либо вручную задать, либо использовать список некоторых пин-кодов. Пин-коды мы рассмотрим далее. Можно задать тайм-аут, сколько ДИСа будет ожидать, прежде чем произойдет ошибка и абонент входящего звонка отключится. То есть, входящий звонок отключится. Далее здесь можно задать тайм-аут набора, цифр по умолчанию это 5 секунд. Вот, но можно задать указанное значение. Вот в ДИСа выбираются исходящие маршруты, которые доступны данному ДИСа для выполнения исходящих вызовов. Маршруты задаются с помощью списка. Емкость АТС ЕАСТАР серии С по ДИСа представлена на данном слайде. Вот какое максимальное число данных объектов может быть сконфигурировано в станции. Далее ДИСа мы рассмотрели. Давайте рассмотрим по паролям, которые используются в ДИСе. Также пароли используются в исходящих маршрутах, либо в других каких-то сервисах в АТС. Вот пароли также конфигурируются с помощью меню сервисов на АТС. Эти пароли задаются с помощью так называемых списков ПИН. Пароли могут быть предварительно созданы администратором. При создании нового списка ПИН необходимо задать его имя. Список ПИН может быть логирован в CDR. В списке вызовов эта опция выбирается здесь, то есть записать производитель запись в CDR при исходящем вызове через исходящий маршрут CDR. Вот здесь же задается список ПИН-кодов для данного списка. Этот список выбирается в исходящих маршрутах, либо, как я уже указывал, в ДИСах, в ДИСе. Вот список, в списке ПИН-номера могут иметь размер 8 символов, то есть максимально 8 символов может использоваться в одном ПИН-коде. В одном списке ПИН-коды могут быть различной длины. Каждому пользователю может присваиваться свой ПИН-код, но для каждого пользователя на АТС не назначается свой ПИН-код. Свой ПИН-код пользователь должен знать, соответственно, он со своего телефона вводит ПИН-код, и таким образом в CDR-таблицах можно производить контроль, какой пользователь куда позвонил по исходящим маршрутам, либо по ДИСа, и какой ПИН-код использовал. Вот таким образом можно производить ограничения для вызовов по ДИСа, ограничения по исходящим вызовам на АТС и Астар-серии-С. Вот емкость по спискам ПИН представлена на левой части данного слайда. Вот я проговаривать эту емкость не буду, она здесь указана. Далее, список ПИН мы рассмотрели, давайте перейдем к дальнейшему пункту, это черный и белый списки Ястар-серии-С. Вот черный и белый списки используются для ограничения вызовов по определенным номерам на АТС. Вот если необходимо абонентам запретить вызовы по каким-то исходящим номерам, то используются черные списки. Вот если необходимо запретить обработку АТС входящих вызовов по определенным номерам, вот тогда используются черные списки для входящих вызовов. Вот списки могут иметь, настраиваться с помощью шаблонов, шаблоны указаны здесь, то есть способ конфигурирования шаблонов указан здесь. Вот таким образом можно задавать, скажем, с определенных номеров 8, 800 исходящие вызовы можно запретить, либо исходящие вызовы по мобильным номерам можно запретить, по некоторым мобильным номерам. Вот также для предотвращения спама, телефонного спама по номерам, по внешним номерам станции, можно использовать черные списки для входящих вызовов. Вот это у нас были черные списки, белые списки работают немножко в обратной модели. Вот если черные списки задают номера, по которым запрещено АТС обрабатывать входящие, либо исходящие вызовы, то по белым спискам можно задавать номера, либо шаблоны номеров, по которым разрешается производить вызовы. С белыми списками необходимо быть осторожными, поскольку можно задать так, что АТС перестанет звонить там либо по внутренним номерам, либо по некоторым внешним номерам, на которые необходимо звонить. Вот если в АТС предполагается ограничить лишь вызов по номерам с помощью семерки и восьмерки, то это можно задать с помощью белого списка. Вот по черному списку можно задать как бы лишь определенные номера, либо шаблоны номеров. Вот емкости списков по различным моделям АТС представлены здесь на слайде в левой части экрана. Вот справочные данные по настройкам шаблонов номеров также здесь представлены. Вот можете посмотреть, вот задать вопросы, как это сконфигурировать. Давайте перейдем далее. Далее у нас идет сервис, который называется быстрый набор. Вот с помощью быстрого набора можно производить с помощью старкода звездочка 99 по умолчанию, либо задать собственный старкод и производить вызовы, исходящие вызовы в АТС на внешние номера, либо вызовы по внутренним номерам, вот по коротким номерам, которые указаны в списке быстрого набора. Значит, здесь можно создать код короткого набора, задать номер, длинный номер внешнего вызова, который необходимо набрать, и, соответственно, здесь можно задать префикс для короткого набора. Вот по умолчанию это звездочка 99, вот и с помощью данного старкода можно осуществлять быстрый набор по номерам станции, вот, либо по внешним номерам. Вот емкости станции по спискам быстрого набора приведены на данном слайде в левой части. Вот во всех станциях это 512 быстрых номеров для быстрого набора можно создать. Вот, и давайте перейдем далее к рассмотрению следующего сервиса. Это функция e-mail на SMS и SMS на e-mail в IPATS. Вот SMS на e-mail и e-mail на SMS используются для автоматического приема и отправки SMS-сообщений с ящиков электронной почты. Вот для успешной работы данной функции в IPATS я старт необходимо предварительно на начальном этапе конфигурирования станции задать сервер SMTP для исходящей почты и сервер POP3 для сбора входящей почты для отправки e-mail на SMS. Вот здесь можно выбрать, использовать ли шифрование по протоколу TLS. Вот здесь можно задать IP-адреса, либо имя серверов электронной почты, задать порты для электронной почты. Вот по умолчанию для TLS это 465-й, 110-й порт для POP3 для сбора почты. SMTP используется для отправки, POP3 используется для приема почты из электронного почтового ящика. Вот когда АТС забирает почту из электронного почтового ящика по протоколу POP3, она использует номер из заголовка почтового сообщения и использует текст в SMS из тела почтового сообщения. Вот также в заголовке почтового сообщения можно задать код доступа. Вот АТС по коду доступа как бы ограничивает рассылку спама с помощью электронных адресов, электронных почтовых ящиков, чтобы любой пользователь не смог отправить вам на электронный ящик сообщение произвольное с номером и, соответственно, производить несанкционированную отправку SMS, e-mail на SMS через ваши каналы, ваши IP АТС, через мобильные каналы. Вот здесь, значит, также в панели конфигурирования SMS на e-mail и e-mail на SMS необходимо задать код страны, либо использовать пользовательский код страны. Вот для России, как бы по умолчанию, это плюс 7. Вот здесь также можно задать интервал проверки почтового ящика, то есть сбора электронных сообщений из ящика и отправки на SMS-каналы. Вот также здесь задается для SMS на e-mail список электронных ящиков, присваивается к каждому порту, к каждому мобильному порту МТС, либо GSM-станции. Вот, то есть на определенный порт мобильного канала станции может быть задан свой список e-mail адресов, на которые АТС будет отправлять сообщения, поступившие из определенного канала. Вот далее SMS на e-mail и e-mail на SMS мы рассмотрели. Давайте перейдем к настройке записи разговоров в станциях Ястар серии S. Все абсолютно станции Ястар серии S поддерживают автоматическую запись разговоров, начиная от самой младшей модели S20 и, соответственно, по модель, самую старшую модель S300. Вот в зависимости от модели станции записывают на, могут записывать на карты microSD, то есть это TF-карты, на карты SD, на диск USB, на жесткий диск форм-фактора 2,5 дюйма, либо в сетевую папку. Станции Ястар S20, младшие модели могут использовать карточки microSD, либо сетевую папку для записи разговоров. Станции S50 используют либо карточки SD, либо сетевую папку. Вот станции S100 могут использовать карточки SD, либо USB разъем для подключения, либо флешки, либо внешнего жесткого диска до 2 терабайт, либо сетевую папку. Далее станции S300 могут использовать карточки SD, SD, диск как бы USB, либо флешку, либо могут использовать жесткий диск, то есть жесткий диск форм-фактора 2,5 дюйма, емкостью до 2 терабайт, может устанавливаться в корпус станции. Станция имеет разъем SATA 2.0, также разъем питания для подключения жесткого диска. Вот в собственной станции присутствует карман для физической установки диска. Ну и, соответственно, станция S300 также может производить запись разговоров в сетевую папку. То есть все станции могут писать разговоры в сетевую папку. Вот если планируется использовать запись S50-S100 на карточку microSD, то это также можно сделать с помощью определенного, с помощью кармана. Вот, как бы с помощью переходника, в который устанавливается карточка microSD, то есть TF, и таким образом маленькая карточка может устанавливаться в станции более старших моделей. Вот, данные по емкостям приведены в таблице, то есть для карточек microSD и SD может использоваться память до 256 гигабайт. Вот для диска USB 2.0 может использоваться до 2 терабайт, и также жесткий диск может использоваться до 2 терабайт. Вот, таблица по емкостям, занимаемым записями разговоров, представлена также на данном слайде. Вот если используется диск емкостью 2 гигабайта, то на станции может быть записано 64 часа разговоров. И, соответственно, если используется максимальная флешка максимального объема, 256 гигабайт, то на карточку либо флешку может быть записано 8192 часа непрерывных разговоров станции. Вот, записи разговоров станции имеют формат моно с частотой 8000 Гц разрешением 16 бит. Используют кодек PCM S16LE. Вот, данные файлы могут прослушиваться как бы с помощью веб-браузера. Для этого необходимо использовать включенный флеш в станции, то есть плагин флеш проигрывает записи разговоров, либо HTML5, вот, либо запись можно скачать на компьютер и прослушать с помощью, собственно, проигрывателя на персональном компьютере. Вот давайте перейдем далее к настройкам записи разговоров. Записи разговоров настраиваются отдельно либо из меню сервиса АТС, запись разговоров, либо в отдельном меню в панели настроек на АТС. Вот это либо вкладка запись, вот, либо, если это хранилище данных, то это система хранилища данных. Предварительно перед использованием записи разговоров необходимо настроить хранилище, куда будет записываться, вестись автоматическая запись разговоров. Значит, станция имеет внутреннюю флеш-память емкостью 3 гигабайта. На нее не могут записываться записи разговоров. Автоматическая запись разговоров на эту память вестись не может. Для того, чтобы производить автоматическую запись разговоров в станции, необходимо обязательно настроить либо диск, подключить к станции, либо настроить общую сетевую папку. Вот когда диск подключается к станции, этот диск необходимо отформатировать, то есть выполнить конфигурирование диска. Если это сетевая папка, то необходимо создать подключение к сетевой папке по протоколу SMB. Необходимо задать имя, логин, пароль. Также необходимо, тут может потребоваться задать домен для входа, для подключения к SMB шаре. Если это используется, собственно, диск, то необходимо нажать кнопку форматировать диск. Диск отформатируется, примонтируется к станции. Вот. И таким образом, вместо техранения записи разговора, необходимо будет выбрать, куда записывать, куда вести автоматическую запись разговоров. Вот. Также в Ястар серии S, в отличие от предыдущей модели, доступен выбор хранилища для отправки записи CDR, то есть куда будет записываться база данных для CDR. Вот здесь лучше выбрать локальный жесткий диск, то есть не использовать какой-либо монтируемый диск, либо общую папку, поскольку если запись, если база данных CDR уедет на внешнюю сетевую папку, папка потом отмонтируется, то MySQL сервер, который работает в станции, сможет не добраться до данной таблицы, вот, и записи разговоров не будут отображаться. Вот. Использование сетевой шары для записи разговоров необходимо выполнять с осторожностью. Вот диск, скажем, сетевая шара, либо сетевое хранилище должно быть гарантировано, доступно в корпоративной сети предприятия, то есть нельзя использовать папку для записи разговоров на обычной рабочей станции, которая на ночь выключается, днем включается. Вот. Просто когда работает приложение, которое обслуживает автоматическую запись разговоров в АТС, вот и сетевая шара, сетевая папка, недоступна, то, соответственно, приложение работает не так, как нужно, и, соответственно, в АТС там могут быть некоторые сбои. В принципе, защита от сбоев реализована, но клиенты, пользователи могут жаловаться на то, что записи разговоров могут быть недоступны некоторое время и так далее. Могут не отображаться, не скачиваться. Вот. Соответственно, категорически не рекомендуется CDR записывать на сетевую шару, то CDR категорически рекомендуется записывать на внутренний, как бы, диск. Вот далее на АТС можно выбрать, куда записывать автоматические сообщения голосовой почты и файлы записи по нажатию разговоров. Запись разговоров по нажатию. Вот АТС позволяет записывать разговоры по нажатию старкода звездочка 1. Вот. Также АТС записывает журналы. Вот здесь можно выбрать, куда направлять журналы. Вот для журналов также рекомендуется использовать внутренний диск станции, то есть не отправлять журналы на сетевую папку. Можно использовать там флеш, либо жесткий диск, но тогда, когда жесткий диск будет изъят из станции, либо флешка. Соответственно, CDR, если отправляется из журналы станции, будут недоступны. Можно не увидеть журналы. Вот настройки, собственно, хранилища для записи разговоров мы рассмотрели. Давайте перейдем, собственно, к настройкам записи разговоров. АТС позволяет записывать, как все разговоры для линий, для внутренних номеров и для конференций. Также можно с помощью веб-интерфейса разделить, куда, точнее, какие линии записывать. То есть здесь можно выбрать определенные линии, которые будут записываться. Также можно выбрать отдельные номера, которые будут записываться. То есть если нет надобности записывать все номера, то мы выбираем лишь номера, те, которые необходимо записывать. Также мы можем поступить и для конференции, то есть задать номера конференции. Так, настройку записи разговоров мы рассмотрели. Здесь далее следует указать, что в Ястар серии S, в новой серии для записи разговоров и CDR, и списка вызовов реализована одна таблица, в отличие от предыдущей серии. То есть если в предыдущих версиях АТС Ястар был отдельный список для вызовов и отдельный модуль даже для записи разговоров, то в IP АТС Ястар серии S используется отдельный модуль CDR и записи. Он доступен в главном меню, также на рабочий стол его можно вывести. Вот и в отдельной консоли, в данной консоли можно произвести также выбор, отбор необходимых записей по вызывающему номеру, по вызываемому номеру, по дате и времени. Вот также по статусу отвечен, не отвечен, есть ли записи или нет записи. Вот также здесь можно задать пин-код, по которому отбирать записи, выбрать линию, выбрать тип вызова. Вот здесь есть опция поиска по шаблону. Если выбирается галочка поиска по шаблону, то тогда мы можем ввести не полностью номер вызывающего либо вызываемого абонента, а какую-то часть номера. Вот и по данной части номера АТС произведет выбор по указанному нами критерию отбора в верхней части данной консоли. Вот таблица для записи вызовов и записи разговоров представлена на данном слайде внизу, прямо в консоли записи разговоров. Вот здесь отображается время. Вот здесь же давайте посмотрим на примере. Произведу демонстрацию рабочего стола. Вот у меня открыта консоль управления станцией. Вот я хотел бы показать. Вот у меня здесь сейчас рабочий стол виден, да? Да, так, рабочий стол мой виден. Вот сидер и записи разговоров мы можем открыть. Вот здесь хотел бы показать очень интересный момент. Здесь мы можем в таблице конфигурировать представление для записи разговоров. То есть можно выбрать время, то есть какие поля показывать в списке CDR и записи разговоров. Вот, то есть конфигурировать список представлений. Значит, каждый пользователь на АТС может зайти в свой личный кабинет. Вот, каждому пользователю можно присвоить права на просмотр своих записей разговоров. Вот, либо присвоить возможность прослушивания записи разговоров других абонентов. Записи разговоров могут экспортироваться в виде списка. Так, реквест. Так, что, что, что? Да, да, да. Так, записи, да. Нет, так, то есть список разговоров не экспортируется, да? Да, 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 баг. Да, есть такая бага, да. Этот вопрос решается, он как бы давно решается. Но я думаю, что его решат. Да, в этом релизе должны решить были, да. В следующем релизе все-таки решат. Вот здесь будет представлена возможность экспорта списка в формат CSV. Вот по экспортам списка в формат CSV некоторые сервисы могут экспортироваться. Давайте рассмотрим собственные сервисы. Сервисы вызываются из меню настроек, вызываются с верхней части вкладки, так сказать, панели общие. Вот. А VR мы экспортировать не можем. Групповой вызов мы экспортировать не можем. Так, мы можем экспортировать только список для запрета и разрешения вызовов, то есть черный и белый список. То есть черный и белый список можно загружать в станцию и выгружать из станции. Так, список PIN не может быть экспортирован. Вот, также быстро, коды быстрого набора могут быть экспортированы и импортированы в станцию. Вот здесь импорт работает. Вот список. Итак, черный список можно экспортировать, как бы это я проверял. Да, импорт работает, экспорт также работает. Да, сохраняется файл формата CSV. Вот, но запись разговоров не экспортируется. Эту ошибку решат в следующей версии прошивки. Вот здесь черный и белый список. Так, список PIN. Быстрый набор осмотрели. По SMS, да. Так, по SMS. Тут все понятно, экспортировать нечего. Так, хорошо, давайте вернемся к нашей демонстрации, презентации, к нашему документу. Окей. Так, ну в принципе мы все рассмотрели. Вот, в заключение хотел бы представить, еще раз показать. А? Есть вопрос. Сейчас я вопрос отработаю. Так, презентацию, демонстрацию я свою завершил. Вот вы можете посетить наш сайт, в котором представлены модели IP-ATS Ястар серии S. Вот я свой доклад завершаю. Спасибо за внимание. Мои данные приведены как бы на экране. Адрес электронной почты есть. Вот вы можете написать, задать вопросы. Также можете позвонить по телефону. Вот, и задать, соответственно, вопросы по телефону. Внутренний номер 210. Вот так. Вопрос. Обрабатываю сейчас вопросы. Так, пожалуйста, задавайте вопросы. Через ДИСА. Как реализовать без Авиар звонок конкретному внутреннему абоненту через ДИСА? Вопрос, в принципе, очень простой. Не знаю. Так, я сейчас сделаю демонстрацию экрана. Вот так. Внутренний абонент у нас звонит на внешний номер станции по внешней линии. По какой-либо, да? Звонок приходит в станцию по какой-либо линии. Далее, звонок маршрутизируется с помощью входящего маршрута. Из этой линии. Вот, ну, допустим, эта линия тест 32 пусть будет. Вот. Значит, мы задаем входящий маршрут. По ДИТ мы ничего не обрабатываем. По КОЛЕРАДИ мы ничего не обрабатываем. Вот, если абонент звонит со своего мобильного телефона, который привязан к внутреннему номеру на станции, то, соответственно, он становится абонентом данной станции. Вот, и он может пользоваться как ДИСа, так и всеми сервисами внутри АТС. Вот, если ему необходимо перезвонить, собственно, с помощью ДИСа, то мы этот вызов во входящем маршруте без IVR просто направляем в ДИСу. И все. Минуя IVR. В принципе, конфигурируется очень просто. Так, я ответил на вопрос, либо вопрос... А, все, так ясно, спасибо. Отлично. В принципе, тут очень просто. Необходимо сконфигурирует лишь входящий маршрут на станции. Так, далее. Еще вопросы, пожалуйста. Все, нет? А, больше нет. Больше не написали вопросов. Так, 13.02. Соответственно, я сегодня время не растянул, как в прошлый раз. Отлично. Немножко торопился, конечно. Вот, отлично. Так, да, 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 да. Значит, я планирую ряд вебинаров, которые будут рассматривать вопросы настройки IP, АТС, Я-Стар-Серии-С. Этот ряд вебинаров будет, как бы, сконфигурирован, точнее, построен, да, сконфигурирован, построен по процессу обучения по станциям Я-Стар. Вот. Далее я планирую в следующих вебинарах рассказать про общие настройки станции. Вот. И в последующих вебинарах буду рассматривать вопросы модулей, внешних модулей на Я-Стар-Серии-С. Сейчас, на данный момент, из внешних модулей доступны панель конференций и приложения Линкос. Также после 22 декабря производитель нам обещает выпустить модули для MyBill, для управления отелей. Вот модуль Hotel называется, это для управления отелем. И модуль MyBill для, так сказать, биллинга, для управления и тарификации вызовов в IP, АТС, Я-Стар. Тарификации вызовов. Вот. То есть, фактически, как бы большую часть курса обучения по АТС Я-Стар уже представлена в виде вебинаров. Ну и, собственно, следующий вебинар уже завершит, как бы, цикл вебинаров по обучению по Я-Стар. Ну и далее вебинары по мере разработки приложений, по мере разработки новых функций будут составляться, вот, и будут размещаться на видео-хостинге, видео-сервисе YouTube. Вот. Ну, в принципе, сегодняшний вебинар я свой завершил. Если нет вопросов, да, будем, будем свой вебинар завершать. Вебинар будет доступен на нашем сайте. Ссылка на вебинар будет доступна на нашем сайте. Вот. Собственно, вебинар будет доступен на нашем канале на YouTube. Вот. Его можно будет посмотреть. Вот. И я хотел бы еще разместить презентацию. Вот. Мой коллега Илья Иванов, который производит модерацию и организацию вебинаров, вот, разместит новость, разместит сообщения на нашем сайте о том, где можно достать, откуда можно скачать все слайды по всем вебинарам, которые проводились по обучению. Вот. То есть, если будет вебинар, будут слайды, будет удобнее разбираться. Далее не звонить на телефоны нашей технической поддержки. Вот. Для выяснения простых вопросов по настройке станции. Отлично. Да, да, да. Еще один вопрос появился. Есть ли функция по мониторингу подключенных телефонных аппаратов? Есть функция по мониторингу. Сейчас у меня доступна демонстрация экрана. Да. Доступна демонстрация экрана. Так. Мониторинг подключенных аппаратов. Кстати, да. Вот. Вопрос с ответом на... Этот вопрос является предыдущий мой ответ. Вот. По мониторингу подключенных аппаратов я рассказывал в прошлом вебинаре. Это начальное конфигурирование станции Ястар серии S. Все подключенные аппараты светятся в соответствующем меню в статусе АТС. То есть, если аппарат подключен, то он светится зеленым цветом. Есть на нем в записи, на записи этого телефона светится IP-адрес. Вот если аппарат отключен, либо в разговоре... Ну, только что увидели, когда аппарат находился в разговоре. Трубочка была оранжевого цвета. Если аппарат отключен, то трубочка серого цвета. Так, есть? Да, да, да. Все. Так, нет, подождите. Я объяснил. Нет, нет, нет. Извинения просить не нужно. Для этого и проводятся вебинары. Отлично. Я ответил на вопрос. Так, тут же есть доступен... Доступен список транков. Доступно. Количество одновременных вызовов. Если есть вопросы, да, задавайте время вебинара. Для этого вебинары сконфигурированы, предназначены. Созданы. Так, подписался на канал YouTube. Отлично. Все. Будут и сложные вебинары. Будут сложные вебинары, в котором будем рассматривать такие вопросы, как командную строчку SSH для мониторинга, для дебага станции. Вот, также вопросы по... Разберем вопросы по трассировке вызов с помощью программы Wireshark. Вот. Но эти уже вебинары требуют подготовки. Да. Да, давайте еще один вопрос. Отключение аппарата не алармируется. Так, по алармированию. Так, тут мы уже заезжаем немножко вперед. Это уже следующий... Тема моего следующего вебинара. Что у нас алармируется в станциях? В станции... Отключение аппарата. Мы сейчас это все... Я рассматриваю вопрос. Так, смотрим, смотрим, смотрим. У нас есть в станции такая вещь, как обслуживание. В обслуживании есть системный журнал. И журнал отладки. Так, но это не здесь. Так, также у нас станции есть в настройках. Журнал событий. Вот, все, что алармируется, у нас доступно в журнале событий. А журнал событий у нас настраивается. Здесь могут быть настроены уведомления о следующих событиях. Это изменение пароля администратора, авторизация пользователя, ошибка авторизации пользователя, блокировка пользователя. Вот, по отключению там транков, телефонов, других экстеншенов. Вот здесь алармироваться может канал VoIP-SPS, ошибка регистрации. Линия VoIP-SPS, ошибка регистрации, ошибка исходящего вызова. По системе. Это перезагрузка процессора, перезагрузка памяти, перегрузка числа одновременных вызовов. Ошибка диска, переполнение хранилища. Ошибка сети, сетевая атака, перезагрузка системы, обновление системы. Как мы видим, здесь нет события, нет алярма для IP-телефона. То есть, если телефон отключается, то это событие не алармируется. Так, я ответил, да? Не алармится. Ну да, не алармится. Правильно назвал. Все, отлично. Дальше, дальше. Задавайте вопросы. Еще вопросы. Так, хорошо, вопросов больше нет. Немножко затронули следующую тему. Да, в следующей теме я как раз буду рассказывать по общим настройкам и по журналам, по обслуживанию станции. Вот. А на сегодня спасибо большое за внимание. Вот и до свидания. Спасибо. Спасибо.